Дорогие друзья, в связи с завершением моего пребывания в должности посла России в Индии, хочу искренне поблагодарить всех вас за взаимодействие и поддержку. Должен сказать, что испытываю чувство глубокого удовлетворения. Несмотря на то, что пришлось работать в условиях коронавирусного вызова, мы смогли адаптироваться ко всем сложностям и проявить взаимовыручку, свободную от искусственных преград. Совместно минимизировать трагические последствия пандемии и не отступить от решения больших задач, углубляя взаимовожительный диалог. Особо привилегированное стратегическое партнерство между Россией и Индией, в основе которого лежит позитивная объединительная повестка дня, вносит значительный вклад в укрепление международной стабильности. Вместе с единомышленниками мы твердо стоим на пути формирования справедливой и равноправной полицентричности на базе принципов Устава Организации Объединенных Наций. Наращиваем координацию в ООН, группе 20, БРИКС, ШОС, РИК и на других важных площадках. Немало знаковых встреч проведено на высшем и высоком уровнях, многое сделано для развития торгово-экономического, военно-технического, энергетического, научного и гуманитарного сотрудничества. Исхожу из того, что 2022 год, год 75-летнего юбилея российско-индийских дипломатических отношений, станет новым этапом для исторически крепкой дружбы между нашими народами. Уверен, что следующий посол России в Индии, опытный дипломат и профессиональный индолог Денис Евгеньевич Алипов с достоинством продолжит почетное дело продвижения этих поистине уникальных отношений. Надеюсь, что вы окажете ему такое же содействие и такой же гостеприимный прием, как мне. Мое назначение в качестве посла в Сингапуре позволит мне и дальше служить Родине, отстаивая интересы взаимовыгодного, конструктивного сотрудничества в регионе. Безусловно, буду с большой теплотой вспоминать о времени, проведенном в Индии, встречах с многочисленными друзьями в различных индийских кругах и дипломатическом корпусе. Большое спасибо за все и до новых встреч!